Ну вот этот сорт сан был, девчонки прозвали губки. Он открывается чем-то похоже на детские губки, да? Для этих женщин, которые круглый год находятся в окружении цветов, день 8 марта давно перестал быть выходным. У них важная миссия – дарить праздник другим. За полгода своими руками они вырастили более 60 тысяч тюльпанов. В этой теплице сохраняется атмосфера вечной весны, температура 16-18 градусов. Но на время срезки её специально понижают, чтобы цветок лучше и дольше сохранился. Здесь их сразу же моют и упаковывают по сортам. И тюльпаны уже готовы попасть в вазы иркутянок. Для многих нравится характер. Он очень долгоиграющий сорт, долго стоит в вазе, долго окрашивается. И вот сейчас видите, небольшая, до 5 сантиметров высота бокала. В вазе она у вас увеличится до 10 сантиметров. На первый взгляд это абсолютно одинаковые жёлтые тюльпаны. У специалистов другое мнение. Сорта различают по длине стебля, форме бутона и цветовой насыщенности. Несмотря на то, что в известной песне их называют вестниками разлуки, именно жёлтые тюльпаны остаются самыми популярными. Всего в этом году было посажено более 20 различных сортов. Все они привезены с родины тюльпанов из Голландии. Мы всегда высаживали просто Барселону из сорта. Он такой более насыщенный, сиреневый. А нынче мы решили заказать такой более нежный Барселону бьюти. При распуске он становится сиренево-розовый, очень нежный. Мне кажется, подходит для подарка, например, девушкам молодым своим или мамочке любимой. В принципе, мы хотим его и дальше работать с ним. И в будущем закажем уже большее количество его, чем нынче. По словам стульников Горзелинхоза, в этом году цена на тюльпаны повышаться не будет. В среднем один такой цветок можно будет приобрести за 80 рублей даже в день праздника. Массовая срезка начнется 5 марта, и десятки тысяч тюльпанов всевозможных сортов поступят на прилавки цветочных магазинов Иркутска. Анастасия Куренова, Константин Синицын. Новости сейчас.